Сегодня день белорусской науки. Накануне праздника в облсполкоме прошло участвование выдающихся деятелей науки. За свои исследования, открытия, грамоты, премии, благодарности получил 21 человек. К слову, поддержка ученых всегда была в приоритете местных властей. Например, в прошлом году на развитие производственных отраслевых лабораторий инновационный фонд Гомельского облсполкома направил 3 миллиона рублей. В этом году будет выделено около 850 тысяч рублей на лабораторию в медицинском университете и еще около 700 тысяч на поддержку сельхозмашиностроения и металлургии. Первый этап вакцинации против коронавируса в Гомельской области на этой неделе подошел к завершению. В соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения, первую партию вакцины распределили между медицинскими работниками всех уровней. Привито 4365 человек в Мозырьском, Ветковском, Калинковичском и Чечерском районах. А также в Гомеле. Использовалась комбинированная векторная вакцина производства Российской Федерации. Важно отметить, что препарат состоит из двух компонентов, и вторую его часть медработникам будут вводить через 21 день. Массовую вакцинацию населения планируется начать в апреле. Подарок ко дню студента. Отремонтированное общежитие Гомельского государственного медицинского университета начало принимать первых жителей. Общежитие распахнуло свои двери в канун Нового года после капитального ремонта. Заселение обещали начать сразу после сессии. И слово свое сдержали. Изначально здесь поселились 350 студентов. Остальные места будут заполняться постепенно. Таким образом, сегодня на балансе медицинского вуза пять общежитий. Поэтому жилищный вопрос для студентов на несколько лет вперед можно считать снятым с повестки дня. На этой неделе исполнилось 100 лет со дня рождения народного писателя Белоруссии нашего земляка Ивана Шамякина. За 60 лет его творческого пути вышли в свет 130 книг писателя общим тиражом свыше 25 миллионов экземпляров. Среди них романы «Крыницы», «Сердце на долоне», «Снежные зимы», «Возьму твой боль» и «Пентология», «Тревожное шастье», посвященная тяготам войны. Умер Иван Петрович Шамякин в 2004 году. В память о нем его родной деревне Карма Добрыжского района установлен бюст писателя. А его имя присвоено Мозырскому педагогическому университету. В честь классика белорусской литературы союз писателей провел конкурс «Семья – основа счастья и любви». На него было представлено более 130 эссея зарисовок практически из всех регионов Беларуси. Особенно активными были жители Гомельщины.